Привет, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за инков на последнем уровне сложности Божество с челленджем построить самые большие города на планете. Ну, обо всём подробнее в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикреплённом комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну, а спонсоры канала всей серии видят сразу, для них в плейлисте они уже выложены, ссылка на плейлист тоже в прикреплённом комментарии, переходите, смотрите, большое спасибо вам за поддержку и давайте продолжим. В общем-то, вышли мы в золотой век, как я и говорил, возьмём монументальность, все строители дополнительные очки перемещения, можно покупать гражданские юниты за очки веры. Поселенцы и строители стоят на 30% дешевле за золото и веру. Ну, пока у нас веры на поселенцев, конечно, маловато, будем скорее покупать рабочих, но параллельно при этом... Так, мы уже, наверное, вырубим сразу тропический лес здесь, есть один зарядик, заодно закончим... А, подождите, я же не могу вырубать... Чёрт, я вспомнил, что нам надо ещё открыть обработку бронзы, чтобы джунгли-то вырубать. Да, пойдём в обработку бронзы, значит. Леса я вот здесь не хочу вырубать. Так, ну ладно, тогда, видимо, шёлк обработаем. Вот этот шёлк обработаю, а этот нет, потому что здесь у нас... Здесь у нас делается пока заповедник. Так, ну тут у нас варвары атакуют, мы уходим отсюда. Ищем кого-то, не знаю, вот что-то с этой стороны соседа вообще никак найти не могу. Так, значит, там 4 хода до... Ну тогда надо, наверное... Блин, я тут обработаю шёлк. Ну, наверное, надо всё-таки сюда идти. Овец. Покси, ну тут ещё... Сейчас появится у нас рабочий. Подождите, что-то я не сооружу, что мне с этим рабочим делать. В этом городе ещё нечего. Ну, вот этот, конечно, город слабоват, но мне надо было его ставить, как я и говорил, ради, вот, лояльности. Вот тут, конечно, будут более крутые города все. Может, дуболомы вернуть уже? У нас, в принципе... Ага, вот у нас. Это, походу, Германия, кстати, будет. По цвету похоже на Германию. Так, а что ж нам тут всё-таки обрабатывать? Считаю, слишком много рабочего. Я забыл, что... Реально забыл, что надо ещё теху открыть, чтобы... Так, тут мы... Создание поселенцев не уменьшает население. Пока берём... Ну, ладно, подержим просто тут с тремя зарядами. Нам надо тропические леса тут все вырубать в любом случае. Давайте политическую философию открывать. Мы пока только две ГГшки нашли. Городы, государства. Надо ещё одну найти. Давайте... Так, давайте вон товаре чисто на производство. Содержание юнитов. Строительство. Не знаю, наверное... У нас все тут в золотой век вышли. Все в золотой. Вот здесь я, интересно, уберу. Вообще плюс 6,3. Так что эту карточку на лояльность, в принципе, можно убрать. Что по поводу строителей? Строителей я ещё делаю. Хорошего мне было всё-таки на поселенцев поставить. Но я пока после заповедника там ещё здания буду делать. Поэтому... Поэтому... Ну, содержание юнитов как бы тоже нафиг надо пока. Ладно, давайте пока удвоенный опыт разведки. Создание строителей пока оставляю. Пока так давайте сделаем. Так, вот и встретили немцев. И... ГГшку, да? Да. Мега извержение. Нифига себе. Вот и философию. Знаете, очень хорошо у нас здесь будет. Тем более для этого города. И, в общем, я решил сюда всё-таки город ставить, да? Нет, я пока ещё не решил, куда ставить. Тут надо как-то придумать, что... Ну, походу, надо всё-таки сюда ставить. А заповедник тогда здесь будет, видимо. Я по-другому не вижу. Не хочу там лес вырубать. Потому что, напоминаю, лес добавляет как раз престижа клеткам вокруг. Так, эту ведём сюда на тропический... А этого тоже вернём на тропический. То есть, все тропические леса мы вырубаем. Вот тут, например, тоже джунгли. Мы их вырубим на... На янтаре. Так, берег Барбарусу хочет лошадей. Никто ничего не продаёт и не покупает. А стратегически покупает лошадей. Ну, нормально. Пять золота в ход. Почему нет? Давайте сейчас сверху гляну, что... Ничего. Буэнос-Айрес. Ну, пока непонятно, куда отправлять. Нету у нас никаких этих районов. Так, видите, добавились все клетки. Видите, тут вера идёт. Потому что это престиж высокий. Теперь мы построим рощу сначала. Лошадей продали. Тут растём потихоньку. Ну, нормально. Так, построим рощу. И после рощи уже будем строить поселенцев. Собственно, на поселенцев... Так, шёлковые тексты я тебе не дам. Собственно, на поселенцев вырубая леса. В куску. Блин, вот это не очень сейчас удачно. Он сейчас придёт ко мне. Так что, наверное, выходим. Так, а что у нас по армиям? Я, конечно, не думаю, что... Так, тут, пожалуй, конём как-то... Не знаю, как-то так, наверное, поскачем. Не думаю, что на меня может китаец вообще напасть, в принципе. Так, значит, сначала вот этих лисичек обработаем. Офигительная клетка, да? Даже сама по себе. Так, два хода. Ну, я сомневаюсь, что мы можем... Посмотрите, я одного, по-моему, только убил. Варвара. Так что, мне кажется, мне обработку бронзы надо так открывать. Я уверен, что они... Ну, блин, откладывать сейчас не стоит. Надо будет быстрее именно, что... Открывать обработку бронзы, чтобы тропические леса можно было убирать. Так, пантовальи, что мы дальше построим? Строители я сделал. Ну, хочется тоже уже заповедник, но, блин... Дороговато. Хотя... Хотя... Я забыл, вот тут я хочу заповедник. Ага, да, тантовалья. Ну, надо. Надо строить заповедники, так что выкупаем. Так, и так. Видите, тут пока низкий престиж. Именно из-за того, что вокруг тропические леса. Давайте строить... Или, наверное, куплю даже строителя уже. Я и куплю строителя, и построю. А еще вот из куска уже должны быть неплохие караваны, потому что... Четыре... Видите? Пять еды. Давайте, наверное, в кахомарке строить... Или, блин, строить... Блин, какая у нас карточка стоит на строителей? Ладно, но стоит на строителей, тогда я строителя строю, а... Куплю следующим ходом за веру торговца из куска отправлю. Так, и тут ждем возможности вырубать. Но, опять же, вырубаем, когда мы рощу построим. Вырубаем чисто на поселенца. Что построили? Висячие сады. Так, варвар тут к нам. Ну, нам надо кого-то убить в любом случае прачником. Так что даже, может быть, и хорошо, что он к нам сюда пришел. Лошадей, потом овец. Очень жирненькие клеточки. Вот, смотрите, здесь, когда заповедник построится, только вот эта и вот эта клетка присоединится. А вот эти клетки нет. Потому что они в четвертом радиусе отантовали. Просто если кто-то... Просчитывать, чтобы вы это не забывали, что в шестой циве клетки только в третьем... Не дальше третьего радиуса городов присоединяются. Так, куска, наверное... Не, ну все правильно. Пока правильное. Тут сейчас после постройки рощи появится еда и прочее. И все такое прочее. Что-то мне каменное лицо пришло по лицу надавать, мне кажется. Так, а открытые границы... Может он мне дать? Так, я не помню. Тут, по-моему, не показывает возможность торговли границами. Два золота в ход и один... Так. Хм. Ну, я, наверное, приму все-таки. Так, и что у нас вообще? Только лошади мы тут можем продать. Остальное по одному не буду продавать. Меня отволнует здесь барсучий коготь. Античность, вышли. Обработка бронза открыта. Так, здесь берем... Ну, у меня пока еще ни одного... Давайте, наверное, олигархию лучше. 20% опыта юнитов. У меня еще ни одного района, чтобы античную республику брать. Просто бессмысленно пока будет. Давайте против варваров. Блин, я, наверное, без религии, получается. Я пока не скоро смогу... Священное место, в принципе, построить. А на пророков там начитывают. Ну, ладно, все равно против варваров в любом случае. Тут пока на строителей, наверное, оставляю. И... А, поселенцы. Что я думаю? Мы же поселенцев делаем. Совсем забыл. Что-то он даже не атаковал моего прачника. Странно. Так, тут ждем. Еще ход. Когда роща достроится. И тогда будем уже вырубать на... Кстати, мы еще даже... Ни одной террасы не построили. У нас еще террасы. Ну, вот тут, кстати, могут быть террасы. Например, да? Вот в этой клетке. Вообще, они должны рядом с горами у нас строиться. Так, дуболомом, наверное, возвращаемся пока. И... Пока драму и поэзию. У меня военные... Дороги усовершенствованы, которых у нас нет. Да, я хотел караван купить, кстати, торгаться за веру. И дальше... Ну, уже мореходство откроем. Уже можно будет, кстати, карточку еще на галеры поставить. В анталарии, например, построить. Так, кого? ГГшку. Газгаргаму. Это не так, что жизнь уверена, что для меня не удовольствия, но жизнь... О! Как вам уже клеточки? Это еще не предел. Огонек, да? Так, ну... Наверное, вантовайль ее отправил. Одинаково тут 5-1, но тут сложнее дорога. Теперь... Посел. И... Раз, вырубка. Два, вырубка. Красота. Просто красота. А вот тут, например, видите, у нас притягивающий. Тут у нас потрясающий, а тут притягивающий, потому что вот здесь у нас... Ну, кстати, тут и рудник еще минус дает. Но и джунгли надо отсюда вырубить. Ну, тут пока просто возвращаюсь. У кого-то уже юнитов Германии у Торуги, что ли, прикупила. Ну, пока опять никуда не отправляю. Без районов бессмысленно. Так, деньги открываем. Следующее здание для заповедника у нас далеко. Где-то вот в охране природы, так что... Еще не решил, куда я тут буду город ставить, но... Я подумаю. Так, еще поселенцы. И тут вырубаем джунгли. А, блин, тебе придется сначала улучшение убирать. Черт. Неприятненько, конечно. Ладно, нам надо, значит, тогда строителей... 45 стоит. В следующем ходу можно будет еще купить. Пока тогда строители делаем, улучшение тут убираем реально. Потому что надо джунгли все вырубить, чтобы они на престиж не влияли. Красивые тут фермы во Франкфурте. Немецкие фермы. Опять вернулось от Оруги. Скромное войско, вы свою жизнь опасаете. Вот ты, как мне сказал, я так опасался, честно говоря. Но я не думаю, что... Ух ты, тут у нас... Не, ну с той стороны он через речку. Не думаю, что он мне там... Но я апнусь сначала. Не должны мне вроде убить. Наска. Так, ну пустыня у меня тут... Нет, коти есть пустыня. Ну, линии на... Ну, в данном случае мало мне, где их тут можно нарисовать. Так что, наверное... Наверное... Обойдемся. Так, тут мы сейчас будем вырубать все эти тропические леса. И отложим. И отложим. А, один ход отложим. Я вот следующим ходом тут вырублю лес. Просто на один ход отложу тогда строительство. Немцы расселяются. Тут убираем джунгли. И... Теперь обрабатываем янтарек. Хуже стало, я не спорю. Не спорю. Может быть. И тут я вот, например, уберу джунгли тоже. Хотя, слушайте, а вот тут мне как раз в джунгли нет смысла убирать. Тут ни на какой престиж. Вот тут я оставлю. Тут я убрал, чтобы вот на эту клетку это не влияло. Видите, стало притягивающей. Так, тут встаю. Тут подхожу. Никуда пока не отправляю. Да, я откладываю тут производство на один ход. И расселяемся во все. Что у нас куска, кстати, обрабатывает сейчас. Да, уже вот эти... Ну, смотрите, какие шикарные клетки просто. Просто шикардосина. Просто я напомню, как действуют заповедники. Сам по себе заповедник... Нет, подожди. Вот он. Сам по себе заповедник дает жилье в зависимости от престижа и проводит культурный захват вокруг. Роща дает пищу и веру с притягивающим. И две пищи, две веры и две культуры с потрясающим улучшением. А потом, когда вы еще заказник построите, будете давать две науки, два золота и два производства с потрясающим без улучшений. Так как на горах инки никакие улучшения построить не могут, в принципе, и это единственная цивилизация, которая может обрабатывать вообще горы жителями, то это очень крутой район именно для инков. Не убило, слава богу. Ну и сейчас как раз отличное время поставить лайк этому видео и написать комментарий, как вам это все смотрится. Кроме того, вот внизу тут появляются ссылки на мои социальные сети, а если вы еще не подписались на канал, то не забудьте подписаться. Можно суперспасибо оставить и спонсором стать, или через PayPal, через Bitcoin и криптовалюту прислать какую-нибудь денежку, потому что в это тяжелое время доход и у меня тоже снизился, но это опять же, если у вас все хорошо. Только вот благодаря таким донатам, в общем-то, и продолжает мой канал все еще существовать. Большое спасибо за поддержку всем, кто что-то присылает, какую-то копеечку. Большое спасибо. Все держимся, все за здравый смысл и отвлекаемся в циве потихоньку. Продолжим. Не убило мне, слава богу, прачника. Тут я отойду, конягу. Блин, надо решать все-таки, куда город ставить. То есть у вас два места, сюда и сюда. Смотрите, если я ставлю сюда, то получается заповедник я только сюда смогу поставить. Это фигово, как мне кажется. Дайте я вообще гляну престиж здесь. Да, заповедник надо вот только сюда ставить. А если я сюда ставлю, то получается, если я здесь поставлю город, то он будет рядом с центром. Соответственно, город мне надо здесь ставить. Жалко, минус лес, но это единственный вариант, где мне ставить город. Так, тут я вырубать ничего не буду. Тут я ничего не обрабатываю. Факин щит, мой кампус на плюс шесть. Ну, это классика, конечно. И тут еще даже это железо нельзя обработать, потому что оно повлияет престижем на вот эти клетки. Классика. Просто классика. Ладно, давайте сейчас вырублю эту. Видите, я вырубаю под магнусом сначала. То есть, делаю так, а потом добавляю эту клетку, покупаю, передаю эту клетку кахомарке и тут ставлю заповедник. Таким образом. Ну и вот еще, обратите внимание, что вот эти две горы не присоединились. Ну-ка, с Гаргаму столько армии тут. Еще, наверное, вот эту территорию открыть. Тут побегаю. Ну и тут встаю, тут какая-нибудь у меня город будет. Этого поселенца я к этому озеру поведу. Ну, тут, точнее, даже в следующий год. То есть, вот этот будет к озеру, а потом поселенца и сюда сделаю. Так, что нам тут дальше обрабатывать? Наверное, фермы. Вот тут треугольничек ферм. С другой стороны, где-то здесь центр коммерции вообще-то. Вообще-то здесь надо будет ромашку как-то организовать. Причем ромашка, наверное, вот тут у нас правительственная... Этот будет. Правительственная площадь. Вот так. Видимо. Значит, центр коммерции, наверное, где-нибудь здесь. Ну, то есть, я к тому, что тут фермы немножко бессмысленно строить. Получается. Пойдем пока тропические леса тогда вырубать. Напоминаю, что мы на континентах. То есть, скорее всего, на нашем континенте шесть цивилизаций и на другом. Ну, так обычно бывает. Наверное, ничего не меняю. Писателей, поселенцев строим. Строителей строим. Против варваров. Против варваров, наверное, оставляем. Ничего не меняем. Что нам дальше открывать? Блин, ни то, ни то не делал. Ведь я на заповеднике сделал упор сразу. Ну, мне просто даже интересно так попробовать именно сыграть. Нет, это неинтересно. Я не хочу дипломатические очки выдавать. Приветствуем делегацию Китая. Итак, с Китаем мы вроде улучшаем отношения. Среднее наводнение. Немножко улучшились клетки. Но, в принципе, такое. Так. Деньги открыли. Корпорации можем строить. Блин, у нас есть проблемка. Ну, на янтаре мы можем корпорацию построить. Но, в принципе, мы могли бы и на шелке. Но нам тогда надо обработать эту клетку. А я не хочу. И еще мы корпорацию на лисах можем построить. Но и ее не хочу обрабатывать. Как быстро я могу обработать. Поставить корпорацию. Потом убрать. Но у меня столько рабочих пока нету. Так, продолжаем поселенцев делать. Здесь. Здесь вырубаем вот этот тропический лес. Тут вырубаем этот. Причем, опять же, передаю. Обратите внимание. Куску. Тут Магнус. Я просто напоминаю, что у Магнуса плюс 50% продукции получено от удаления ресурсов и ландшафта на клетках города. Поэтому всегда вырубайте под Магнусом. А вырубаем мы, потому что тропические леса снижают престиж клеток. Поэтому и надо вырубать постоянно. Ну и здесь просто конец континера. Я думаю, что вот мы тут... Я думаю, кто-то еще должен быть. Давайте посмотрим. Корея кого-нибудь встретила еще? Да, он неизвестный игрок. Я думаю, что этот неизвестный игрок ниже Китая где-то. Да. А Германия? Ну, Германия, возможно, тоже того же встретила. Да, вот ощущение, что тут должен был кто-то быть, но его нету. Какой-то пустоты. Так, стрельбу из лука откроем. Так, Цишу Хуанди готов нам кофе продать. 31 монета и 3 вход. Приму. Счастье. Это всегда хорошо. Тем более кофейка с утра сербануть. Инки такие просыпаются и сербанули. Я вот... И идут в горы веру и культуру получать. Я все-таки вот не очень понимаю эту идею. То есть... Это, наверное, механика просто, но вот по логике, конечно, странно. Вот эти вот такие бонусы иметь в горах. Вам так не кажется? Так, против дальнобойных и осадных, против... Давайте антикавалерийских. Возьмем. Тут апнем, наверное, в лучника. Так. Вопрос. Мне кажется, что у нас идет сюда. Посел. Куда у нас идет еще? Мы можем... Ну вот тут где-то город надо будет поставить. Просто думаю, что может мне Магнуса перес... Ну, то есть, видите, мне надо тропические леса. Но, видимо, наверное, без Магнуса будем, потому что мне надо в Куско строить. У меня именно в Куско самое большое производство. Как ни крути. И пересаживать сейчас Магнуса, ждать 5 ходов. Так себе идея. Хорошо. А сколько стоит за религию купить? 140. Наверное, надо набить. Есть у меня еще шанс вообще религию основать? Еще 5 религий. Опять странная фигня. Вот тоже было в одном из прохождений. Видите, взято 3 пророка. Причем 3 взят... Ну, сколько... 3 хода назад. А 3 религия все еще не основана. Я помню, мы как-то играли. Было такое, что взяли пророка и так и не основали религию, по-моему. И мы так и не разобрались, почему это произошло. Как-то странно. Вот эта клетка будет офигительной. Они складываются. В заповеднике их бонусы складываются. И вот эта... То есть меха и вот этот... клетка горы будет очень прикольно. Но для этого надо вот эти все тропические леса, конечно, удалять. Хоть и тут уже потрясающие. Слушайте, может тут потрясающие может оставить тогда? Они же все равно потрясающие. Все равно потрясающие тут престиж. Смысл мне тогда удалять? Это же я удаляю. Тут равнина становится. Если бы тут холмы были, я, может быть, еще удалил. Но... Ну, вот тут холмы, кстати. Блин, мне кажется, вот этот надо все-таки удалять. Ну, холмы равнинные, да? Равнинные холмы, а не луговые. Вот луговой холм две еды, одно производство. Равнинный холм одна еда, два производства. И тут добавится, соответственно, еще две пищи, две культуры и две веры. То есть, если я удаляю, то я отсюда уберу одну пищу. Не, наверное, не хочу. Пускай будет. Не хочу, не знаю. Я лучше вот этот тропический лес удалю, чтобы он не влиял. Еще подумаю. То есть, там уже потрясающий престиж. Я и думаю, что нафига удалять, если уже потрясающий престиж, правильно? Так, тут у нас с монумента мы начнем. Да, вообще еще, конечно, поселенцев строить и строить. Но при этом куска растет и благодаря благодаря вот этому вот. Но у нас зато науки нету практически. Культура у нас нормальна. А вот с наукой, посмотрите, 63, 66, 43 у людей. А мы тут без науки. так, ладно, надо, видимо, тогда террасы строить. Вот здесь я сделаю террасу, блин, или не делаю. как бы я ромашку, видите, планирую. Вот тут точно терраса подойдет. апну на всякий случай в лучников, ну и сразу, чтобы этих арбалеты прокачать. Тут, наверное, сразу выкуплю этих оленей, потом да, обоих оленей выкуплю. 55, 55, деньги есть. Чтобы просто эти крутые клетки не забрал китаец. Кахомарки производства нету. Тут, наверное, надо пойти, блин, ну тут хотел здесь рудник, но рудник будет влиять на престиж вот этой клетки, понимаете? тоже не очень хорошо. Не, ладно, пока посидим в домике. Ну, и, наверное, верховую езду открою, почему нет? Так, нам нужен железный рудник, но мне жалко в этой клетке. Блин, вот это, конечно, вот это, конечно, я думаю, что на самом деле надо было сначала сюда поставить кампус, а потом здесь заповедник. Видите, я себя залажал на плюс 6. Самое интересное, что мне даже больше негде поставить. То есть, видите, все остальные клетки заняты ресурсами неубираемыми. Да, это единственное было нормально, как бы я мог геотермалку тут использовать. Охренеть. Обидненько. Зачем исторические хроники открыл? Это ошибочка была. Анна, игры и развлечения, потому что в строительстве я нескоро выйду вообще в принципе. Да, вот тут надо быстрее города ставить. Тут еще как-то там наверное немец все-таки займет все. машиностроение ускорили. Так, этого игра сюда. Ну, надо куда-то сюда ставить, понятное дело. Пока сюда идем, но где конкретно? Так, а вот этого я веду тоже. У нас тоже варианты тут, тут и тут. кстати, а если сюда поставлю, то у меня еще сюда город влезет. Мне кажется, вот тут совсем или не совсем грустный. Просто мне кажется, вместо этого лучше где-то здесь поставить, на побережье скорее. а тут надо так мне кажется, все-таки надо сюда ставить город, потому что иначе блин, но тут нужен заповедник, блин, а как заповедник? Я, все-таки сюда, здесь где-то кампус, сюда где-то священку, а заповедник где-то в эту сторону, наверное. Так, купим посело 160. Все-таки строим еще посело. Пока идет у нас эта эпоха, надо расселяться. так, ну и надо наверное лян взять. Опять же, пока идет эпоха, у нас покажение 8 ходов, блин. Сейчас будет 3 хода каких-то рабочих купить с дополнительным. Да, нам лучше лян в Антавалью или в Альян Тайтамбо. интересный вопрос. Наверное, все-таки в Антавалью. Офигенно. Немец уже поставил город, но даже не собрал еще руинки. прикольно. Прикольно. Так, пока ничего тут не меняю. Так, с радостью приемлю. Ну и видите, с Китаем обычно хорошие, почему-то хорошее отношение с немцем. Блин, мечник там появился. давайте наверное к этому отправим делегацию, объявим дружбу с немцем. Китаю что? Так, а вот Кореи наверное нет. Да. Корея не принимает нашу делегацию. Что, дали посла. Это приятно. Вообще, я бы поставил карточку первый посол дает двух и вот в Буэнос-Айрес Аншан и Таругу отправил бы послов. Ну, на кавалерийские юниты не действует на самом деле укрепление. я просто нажимаю, чтобы просто не возвращаться. О, на производство быстрее заповедник построится. Так, вот тут еда. Сейчас роща нам выдаст крутые места. Так, тут мы... Блин, ну надо ферма, я понимаю, что я уже не выйду даже в нормальный век скорее всего, но ферма террасы здесь нужна. просто хорошая клетка даже получается. Так, ну сейчас посмотрим следующим ходом, как у нас роща будет вот тут давать. Не все клетки, правда, видите, эти еще не добавлены. кайф, да? Вот тут добавится клетка следующим ходом сама. Она, правда, будет к кахомарке относиться. Ну и это кахомарка, но эту тут надо будет выкупить. И вот тут, какая клетка уже в кахомарке. По-моему, мощно. В Ингской Империи уже три заповедника. А нет, два пока заповедника, но больше будет уже в следующей серии. Она выйдет завтра, или бога жжете прямо сейчас поискать в плейлисте для спонсоров, становитесь спонсором и там будет продолжение. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, Живе Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.